Здравствуйте, дорогие друзья! Я хотел сказать о том, что пропаганда здорового образа жизни она важна не только в дошкольном и в школьном возрасте, но и в дальнейшем. Наш проект называется «Зевра здоровья», потому что у всех нас в жизни есть черная полоса, есть белая, и только от нас зависит, в какую полосу выберем мы. И мы настроены на то, чтобы вы выбрали правильную сторону, то есть белую. Мы создали проект, который действительно показывает всю поднагодную употребление наркотических веществ. Мы перед собой поставили такую цель, как привлечь внимание студентов к такой проблеме, как наркотики, и показать, к чему приводит их употребление. Своей задачей мы поставили оградить людей от влияния плохих компаний. Мы предлагаем комплекс мероприятий, включающих в себя различные лекции, курсы, семинары, экскурсии, показывающие и проясняющие всю черноту вредных веществ. Чтобы организовать непрерывную ротацию встреч, каждый из нас будет отвечать за определенное направление. Проект будет реализовываться в течение одного-двух месяцев. В этот период мы планируем проводить по одному мероприятию в неделю. А также для привлечения как можно большего количества студентов, а также для заинтересованности их в нашем проекте, мы предлагаем за каждое посещение нашей встречи, за экскурсии или лекции, отмечать и посещение. Главная проблема стоит в том, что все студенты думают, что это скучно и нудно. Мы решили эту проблему тем, что за количество посещений мы будем выдавать какие-то ценные призы в завершении нашего проекта. В завершении нашего выступления я хочу еще раз подчеркнуть, что здоровый образ жизни заключается в частности в отказе от вредных привычек, таких как курение, употребление алкоголя и наркотических средств. Но, к сожалению, зачастую многие юноши и девушки, попадая в неправильные компании, начинают заниматься плохими делами. Уподобляясь их поведению, они прежде всего губят не только свои жизни, но и жизни своих близких. Поэтому наш проект и направлен на привлечение студентов к данной проблеме. Спасибо за время. Ждем ваших вопросов.